Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся строить график функции y равняется x минус 3 в скобках квадрате плюс 2. Для того, чтобы построить график такой функции, необходимо найти ось симметрии параболы, а это парабола, определить, куда направлены ветви и найти координаты вершины параболы. Как найти ось симметрии параболы? Посмотрите, что стоит в скобках x минус 3. Вы можете на черновике выписать x минус 3 равно 0 и решить это простенькое уравнение x равняется 3. Значит, это и будет ось симметрии. Значит, когда вы определили ось симметрии, вам необходимо выписать координаты вершины параболы. Считается очень просто. По x это уже мы определили 3, а по y это то, что прибавляется, то есть 2. Вот это вершина. И, наконец, нужно определить, куда направлены ветви. Обратите внимание на тот знак, который стоит перед скобкой. Если бы у вас тут стоял минус, то ветви были бы направлены вниз. У нас ничего не стоит, значит, ветви направлены вверх. Поэтому ветви вверх. Вот. Всё, что нужно, мы с вами уже построили. Есть ось симметрии и есть координаты вершины. Теперь мы будем наносить это всё на график. Итак, по x троечка мы обязательно подписываем эту точку и строим пунктирную линию, которая будет являться осью симметрии нашей параболы. Далее отмечаем точку 3, 2. Значит, как её отметить? Поставили руку на 3 и 2 клеточки вверх. Вот это наша макушка. Значит, вот теперь мы с вами давайте сразу определим, что же мы будем строить относительно этой новой сим. Поскольку у нас парабола, то мы будем строить y равняется x квадрат. Значит, стандартная таблица на 5 или на 9 точек. x, y и ставим минус 2, минус 1, 0, 1, 2. Значит, 2 в квадрате 4, 1 в квадрате 1. Я говорю положительные числа, потому что минус в квадрате даёт плюс. Далее 0 и симметричные точки 1 и 4. Значит, вот теперь от чего мы будем отсчитывать и строить. Мы будем отсчитывать от нашей оси симметрии, от новой оси. Итак, 0, 0. Это вот эта наша точка. Для того, чтобы не ошибиться, можно провести как бы новую ось x. Обратите внимание, а это новая ось y. Обычно ставят x штрих и y штрих. Так вот, 0, 0. Это эта точка. Дальше 1 от новая перекрёстка. 1 и вверх 1. И симметричная точка. Дальше 2 и 4. И симметричная точка. Если вы хотите, можно построить ещё одну точку. 3, 9 и симметричную. Но мы её строить не будем. И вот таким плавненьким образом мы проводим параболу. Обратите внимание, я вывожу веточки параболы за точки, которые мы построили. Значит, этим мы показываем, что она не останавливается, а идёт вверх. И осталось подписать нашу параболу. И грек равняется x минус 3 в квадрате и плюс 2. Значит, теперь, если у кого возникли вопросы, почему плюс 2, да? Значит, обратите внимание, что раз плюс 2, то график поднимается вверх на 2 единицы. Было бы минус 2, график бы опустился вниз на 2 единицы. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok